В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Раокотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о новых возможностях, которые открываются для предпринимателей региона. В гостях у нас руководитель Клуба предпринимателей Дальнего Востока Станислав Еремин. Станислав, здравствуйте! Да, добрый день! Клуб предпринимателей Дальнего Востока. Что это за организация и организация ли это? Ну, это не совсем организация, это, наверное, все-таки объединение. Если говорить вообще просто, вот прям так вот как-то на словах это объяснить, есть кружок по интересам. И вот мы свой такой кружок по интересам. То есть есть предприниматели, которые уже состоявшиеся предприниматели, то есть не молодежь, которая, знаете, танцующая, возьмемся за руки, у нас все получится, а предприниматели, у которых серьезный бизнес с оборотом, у кого-то свое производство, у кого-то строительный бизнес, у кого-то логистический бизнес. И мы все вместе объединились для того, чтобы, во-первых, помогать друг другу решать какие-то задачи, которые у нас все время есть, естественно, происходят. Во-вторых, помогать друг другу развиваться. Ну и на самом деле вместе проводить время, потому что окружение, оно очень сильно важно. Порой в некотором окружении, допустим, приходя домой, ты не можешь обсудить те темы, которые у тебя вот сейчас насущные, и тебя тревожат. Ну и зачем вообще супругу свою заморачивать этим всем, и детей? А тут теперь есть круг людей, с которыми ты можешь поговорить обо всем, и тем самым решить, поделиться опытом, с тобой поделиться опытом, решить свои задачи. Ну вот так вот. Как он возник? Ой, да просто где-то, наверное, 3 или 4 года назад, когда еще о клубе вообще мыслей никаких не было, когда я менял вообще род своей деятельности, я сделал конференцию. Я ее назвал Дальневосточной конференцией, потому что я именно хотел привлечь предпринимателей со всего Дальнего Востока. Потому что в одном городе чаще всего предприниматели друг друга знают. И на эту конференцию я пригласил Артемия Лебедева, это известный дизайнер. Я пригласил, приехал к нам от моих друзей Стивен Паркер, он уже у них работал, это генеральный директор виза в России и странах СНГ. Он работал и перешел потом в банк к моим друзьям. Эдик Гуринович, это топ-30 до 30 по версии Forbes, то есть ему еще нет 30, кстати, до сих пор. И он входит в топ-30 самых перспективных предпринимателей. Это компания CarPrice с Оскаром Хартманом, они ее там вместе делали, создавали. Хотя в Оскар, насколько я знаю, фаундер там был. Ну вот таких предпринимателей я пригласил, они приехали, я сделал конференцию. Делал ее больше вопреки, потому что очень много было пустых конференций, плохо организованных, где выступали люди, которые с бизнесом вообще никак не были связаны. А тут все практики. И мы очень плодотворно поговорили. То есть получилось создать конференцию, где не просто люди вышли и какой-то там кейс донесли, а поговорили с залом. И после этой конференции на меня вышли ребята с Южно-Сахалинска, сказали, мы делаем клуб, цели у нас примерно одинаковые, мы тоже хотим объединить предпринимателей, чтобы что-то получалось новое, чтобы друг другу они помогали, чтобы была какая-то доверительная атмосфера, обстановка. И мы потихоньку начали делать клуб. Это в 2020 году было, как раз в пандемийные времена. Мы начали с онлайн-формата и потом презентовались в июле 2020 года. На ДУФУ у нас все проходило, у нас был специальный гость Сергей Полонский. Потом он немножечко пошумел здесь у нас в городе Владивостоке. Но это уже к нам абсолютно не относилось, мы об этом сказали. Мы до сих пор очень хорошо общаемся с его семьей, он в семью прилетал с супругой. Ну и Сергею тоже благодарны, на самом деле было весело. То есть, по сути, вы создали, первопроходцем у нас здесь стали? Ну, многие, наверное, с вами не согласятся, потому что есть другие клубы предпринимателей, у них, конечно, совершенно другая философия, у них совершенно другие взгляды, у них цели вообще совершенно другие. То есть мы им себя можем назвать, что мы клуб на данный момент, ну, это такой социальный проект, потому что фактически мы не ставим, во-первых, во главу угла зарабатывания цели денег, мы цель ставим, чтобы объединить предпринимателей, и действительно, чтобы эти предприниматели росли. А вот какие выгоды мы для этого преследуем, ну, вот если так, по-честному, да, разговорим, потому что они должны быть, иначе это оно аморально, что называется. Вот основатель клуба Денис Молодцов, который, собственно, во все это вкладывался, и сейчас это все живет, он преследует очень простые цели. У него есть крупный строительный бизнес на Сахалине, сейчас в Москве, в Крыму, и те люди, которые вступают в клуб, они тоже для него интересны. Он уже с ними начинает создавать тоже там некоторые бизнесы, он с ними тоже делится опыт, они с ним делятся опытом. И, конечно, ну, то есть он создал вот такую экосистему, которая уже замечательно работает, помогает в том числе и ему. И когда у тебя, допустим, есть некое дело, которое, допустим, ты что-то должен купить, ты лучше это купишь, либо это дело будешь делать человеком, которому ты доверяешь, который отвечает своей репутацией перед всем клубом, перед всеми людьми из Дальнего Востока, которые у нас есть. А у нас есть ребята с Камчатки, с Комсомольском, с Владивостоком, Хабаровск, Уссурийск. У нас, на самом деле, очень много. То есть действительно Дальний Восток? Да, мы не просто такие, а мы вот назовемся Дальневосточными. Нет, мы так именно назвались в тот момент, когда мы стали Дальневосточными. То есть Южно-Сахалинск у нас, потом Владивосток, потом другие ребята вступили. Вот сейчас наши резиденты прямо сейчас находятся на Камчатке. Они приехали к другим нашим резидентам в гости, запланировали давно эту поездку, и они поехали вот на рыбалку, и наши товарищи вот с Камчатки полностью все это организовывают. Сейчас они в горах ходят, вот фотографии выкидывают, очень здорово, согласитесь, тоже прекрасно получается. Ну вот, как-то так. Я ответил, нет, на ваш вопрос? Ответь. Заболтался просто. А кто резиденты, кто эти люди? Это предприниматели, состоявшиеся, с определенным оборотом, потому что... То есть деловое сообщество, регион. Деловое, видите, есть топ-менеджеры, можно назвать их деловым сообществом региона? Можно, но мы их пока в клуб не принимаем. То есть не все так просто? Ну, конечно, вы поймите, просто у нас был такой момент, в Хабаровске мы делали встречу, и за круглым столом, где мы обсуждаем разные вопросы, и каждый вкидывает там, что он хотел бы обсудить. С нами сидит там один из директоров банка, ну, филиала именно в Хабаровске. И он сидит, он говорит, ребят, ну, я понимаю, очень серьезные разговоры, все вообще супер, ничего, правда, не понятно, потому что у него совершенно другие задачи. Он управляет своим персоналом, у него нет ответственности финансовой, он не может пролететь там, ну и так далее. У него другие боли. И поэтому топ-менеджеры, это очень серьезно, это очень круто, это очень важно, но просто это чуть-чуть про другое. Хотя мы их приглашаем, допустим, в качестве спикеров, порой, потому что интересно поговорить. Мы их приглашаем на, там, допустим, вечернюю часть, где уже неформально идет общение. На второй день встречи, у нас встречи проходят, я могу позже рассказать, как на второй день мы обычно отдыхаем, катаемся на снегоходах, вот на Камчатке мы тоже были, в январе катались, на, там, квадроциклах в Хабаровске. Ну вот такая больше развлекательная программа, что отдыхать тоже нужно уметь. Вот там мы их тоже приглашаем топ-менеджеров. Что дает участие в клубе? Ой, тут на самом деле все просто и сложно. Для дальневосточных людей, когда мы только начинали, это было вообще что-то, да, типа, аж зачем мне это нужно? И мы потихонечку внедряли культуру, что предприниматель, во-первых, друг к другу, он не враг. И в то время, когда все было, все конкуренты, оно ушло. Тем более сейчас. Сейчас вот о чем наша конференция, о чем я расскажу, конференция у нас будет 24 июня. То, что предприниматели в данный момент, даже у нас, вот ребята с логистики, они объединяются. У нас недавно была встреча в резиденции. Ребята все вместе собрались, и они такие, давайте договоримся, сделаем определенный союз. Мы сможем снизить стоимость фракта, мы сможем больше зарабатывать и давать меньшую цену нашим клиентам. Объединяемся, объединяемся. Все супер. Ну, то есть это не просто какие-то встречи. На этих встречах рождается что-то полезное. Да, вы меня обратно выводите и правильно делаете. Я имею в виду, что у нас конкуренция и так далее. Это все уже немножко по-другому сейчас должно восприниматься. Мы, во-первых, даем возможность с помощью наших инструментов людям обмениваться опытом. Сидят люди в кругу, все примерно одинакового уровня, все серьезные ребята, все друг друга уважают. И вот один говорит, у меня проблема с кадрами. Я, к примеру, вот у меня директор, работало все прекрасно, хорошо, и перестало работать. Что делать, я не знаю. Идут там наводящие вопросы, как это происходило, почему. Отвечая на наводящие вопросы, человек понимает, что, ну, элементарно, он просто задавил своего директора, и директор теперь уже работать так не будет. И она не будет развиваться, директор, и пользы не принесет. Нужно избавляться уже от этого человека, отпускать, вернее, его, нанимать нового. Вот такие мы делаем вещи, чтобы люди могли текущие вопросы решать. Мы недавно, допустим, летали в Москву и в Белоруссию. Мы посетили заводы БелАЗ, мы были в Яндексе, мы были в Сбер-университете, с которым мы сейчас начинаем сотрудничать. Мы были там, у моих друзей, у них специальная программа, которая отслеживает все транспорты Москвы, получается, общественные. Дачки там на водителя идут, что водитель не засыпает, что он правильно едет и так далее. Там, они аварийность снизили на 30%. Мы к этим друзьям ездили. То есть мы много, на самом деле, где побывали, на шоколадной фабрике, на БелАЗе, вот я не помню. А сюда-то что-то привезли? Вы имеете в виду шоколадки или что? Нет, не шоколадки, какие-то идеи, но все. Они в любом случае возникают. Мы делали встречи с предпринимателями Беларуси, мы делали встречи с предпринимателями Москвы. Когда происходят подобные встречи, во-первых, когда ты приходишь сначала на производство, ты смотришь, как устроены большие крупные предприятия, тебе это интересно. В Беларуси там же выставка какая-то, по-моему, прошла, или как-то это назвало? У них постоянно проходят выставки, мы туда ездили прямо на заводы. То есть мы договаривались через консула, потом с их торгово-промышленной палатой, и вот туда ехали. Когда делаются встречи с предпринимателями, к примеру, с других стран, городов, то тоже интересно. Сейчас вся логистика и весь мир, он смотрит сейчас на Азию, не только Россия. И когда мы приезжаем, приехали в Беларусь, мы говорим, давайте встречу сделаем, давайте к нам пришли ребята, говорят, ребята, слушайте, у нас такая проблема, что мы с Европы возили сырье, неоткуда сейчас его возить. А как сейчас вот с Китаем мы даже не знаем. Ребята говорят, мы вам все расскажем. То есть это не просто в интернете забили компанию или позвонили кому-то, а вот перед тобой человек, он говорит, вот я делаю вот это, вот это, вот это, это работает вот так. Качество вот такое. И они такие, ну все, хорошо. То есть уже там получились контракты у ребят, уже есть хорошее взаимодействие, и это здорово. Я уже не говорю про обмен опытом, потому что это тоже интересно. Другой регион, другая страна, другие там взгляды на бизнес, опять же. Ну и мы вот ребятам, собственно, это и даем. У нас недавно проходили встречи, у нас был министр экономического развития Приморского края, замминистра сельского хозяйства. Опять же мы говорили о том, как будет развиваться регион, как сейчас ситуация, это повлияет опять же на предпринимательство. Мы говорили о тех программах, которыми можно и нужно пользоваться. Наши предприниматели, они не привыкли пользоваться субсидиями. А они сегодня есть? Они есть, их много, в том-то и дело. И я объяснял ребятам, ну надо, они чаще говорят, лучше мы от государства будем подальше держаться. А сейчас мы поговорили, вот просто сели все вместе и поговорили, что есть интересная вещь. К нам недавно глава города приходил, тоже в нашу резиденцию, поговорили о развитии города. Причем меня очень удивило, ребята говорили не о своих каких-то личных интересах, они говорили... За город. Не только за город. Михаил, он увлекается шахматами, он инвестирует очень много, там наш резидент Михаил, в шахматный клуб. И он говорит, давайте сделаем место, где будут ребята заниматься. Константин говорит, что ребят, мы готовы предоставить пространство. Вы готовы у него вкладываться? Михаил говорит, да, готовы. И вот такие на самом деле встречи, они тоже очень важны, даже не с точки зрения, что там ребята какую-то прибыль получат. Это тоже развитие, это тоже важно, это тоже нужно. И вот таких у нас форматов много. Анастасия Татулова, кстати, у нас скоро будет. Это Андерсон, сеть кофейн, она омбудсмен, вроде бы до сих пор. И она прилетает сюда 20-21 числа, а, вру, 21-22 числа, вот у нас будет с ней встреча, мы с ней поговорим. Анастасия, кстати, вот известно многим, она задавала вопрос Владимиру Владимировичу Путину во время пандемии, вот когда все это началось. И, ну, такие встречи, они тоже помогают развиваться, на самом деле. Новые знакомства, это тоже очень важно, очень здорово. Мы уже знаем несколько там примеров, когда за счет новых знакомств мы ребят познакомили, у них там есть определенные сподвижки по бизнесу. У нас уже есть, кстати, полезный кейс, где ребята вступили в клуб и выросли в 2-3 раза. И сами поменялись, что тоже на самом деле очень важно. И одно без другого, на самом деле, не работает. Но вот это мы даем. Если говорить о развитии, я так понимаю, что начинали вы в эпоху пандемии, когда все это только расцветало и когда все как раз-таки предпринимательское сообщество загибалось, ну, можно и так сказать. Как здесь клуб сработал? И трудно ли было? Нам очень близло со временем. У нас сначала пандемия, потом вторая волна пандемии. Потом третья. Сейчас новые обстоятельства, санкции и так далее. Мы работали, исходя от обстоятельств. Мы понимали запросы, какие сейчас в данный момент есть. И согласно этим запросам мы выстраивали свою работу и взаимодействие с предпринимателями. На самом деле, пандемия нам тоже много что дала. Я считаю, я имею в виду клубы, то, что мы поняли, мы можем работать в экстремальных даже ситуациях. И когда мы только начали, вот пандемия идет, что мы можем делать, как собирать вокруг себя людей? Мы дали много полезного контента в онлайне, где выступали там очень сильные предприниматели. И там Георгий Микаберидзе, допустим, выступал. Это Росинфо.коминвест, это инвестиции в IT, российских денег, это дочка Минсвязи, там 2 миллиарда инвестиций. И очень сильные предприниматели. Сергей Фоменков выступал, это бывший вице-президент Евросети. И он прошел очень много кризисов, и у него вообще там другой взгляд. И мы давали вот этот полезный контент. Это было абсолютно бесплатно. Дальше те люди, которые интересовались, мы сформировали такую определенную базу вокруг себя. И дальше мы уже сделали первое мероприятие. Вот это было в июле 2020 года. Такое полупандемийное время. Мы сделали все по правилам, в шатре, там все у нас хорошо, здорово прошло. И вот оттуда у нас такой день рождения клуба считается. Но если все начиналось из онлайна, то как происходит все сегодня? Это какие мероприятия? Это встречи. Это встречи. Онлайн уже всем надоел, он уже мало интересен. Несмотря на спикеров. Сейчас мы делаем, допустим, конференцию. 24 июня она пройдет в Океане, в кинотеатре. Мы там собрали... Там много можно собрать людей. Клуб крупный. Ну, мы много людей собираем. Мы делаем определенную повестку. Сделали повестку дня как раз таки о том, как поменялся бизнес. О том, как правила поменялись. О том, что это все ли для региона. И это очень важно. И на что смотреть, на какие вот триггеры делать, акценты, чтобы сориентироваться. Потому что, вот мое личное мнение, сейчас вот некие 90-е, двухтысячные, просто другие правила. Но на что ориентироваться, непонятно. И мы попробовали собрать вот всех, кто с региона, сильные ребята, и поговорить об этом. Не просто вот выйдут и спикеры скажут, а мы еще поговорим, мы еще подискутируем об этом. И у нас уже подтвердились вот вчера ночью два гостя. Это Евгений Гаврилин, он довольно-таки известный предприниматель у нас в стране. У него Boom Starter, есть такая площадка, на которой как раз-таки люди находят инвестиции. Она самая крупная в СНГ. И также прилетит еще Вадим Киреев. Чем он интересен? Он эксперт в криптовалюте, и он не занимается инфобизнесом вообще. То есть он просто эксперт. И он прилетает, и мы с ним вот просто наглядно поговорим, что такое криптовалюта. Вот как на простом языке. Потому что сейчас в данный момент это актуально. Это немножечко страшно. Это немножечко непонятно, что это такое. Но это есть. И вот про это мы нормальным языком человеческим постараемся поговорить. И я думаю, это будет интересно и для тех, кто вообще ничего не понимает в криптовалюте и считает это вообще чем-то странным. И для тех, кто действительно уже в этом зарабатывает, работает. Сложно ли сегодня вообще к предпринимателям? У нас месяц назад буквально к нам приходила уполномоченная по правам предпринимателей Марина Шемилина. И мы разговаривали на тему санкций и вообще предпринимательского сообщества и о том, что сегодня ну, это проблемы, которые испытывает бизнес. Закрываются целые магазины, закрываются или нет. Или вот с точки зрения предпринимателей. С точки зрения допустим наших ребят, которые мы же с рейс постоянно делаем опросы, делаем, что интересно, что волнует, какие более. Мы не увидели сейчас каких-то глобальных проблем. Может быть, мы их не увидели пока. Потому что есть такие прогнозы, что мы их увидим где-то в сентябре. Это Дальний Восток не увидим. Дальний Восток, да, где-то в сентябре. И то, может быть, когда нас обычно докатывается все через полгода. Но тут видите, какой нюанс. Сейчас вот сидите и говорите, ох, ах, как все плохо и так далее. Да нет, плохо. Неплохо. Сейчас неплохо. И более того, для Дальнего Востока, если нормально смотреть на ситуацию, это огромная перспектива. У нас есть там друзья. Вот, кстати, один из них тоже прилетит к нам в гости, Кирилл Фомичев скоро. У него крупное маркетинговое агентство, у него инвестиционный фонд довольно-таки тоже крупный. Они там работают с Формулой 1. То есть человек такой большим кругозором. И он говорит, слушай, у нас предприниматели говорят, ну и шутят на тему, что нужно переезжать во Владивосток. Потому что для Дальнего Востока то, что мы сейчас находимся рядом с Азией, это огромная перспектива в ближайшие 5 лет. И за счет этой перспективы вполне возможно, что мы никаких трудностей не увидим, а увидим наоборот возможности. Ну, посмотрите, сколько бизнес-сепочек сейчас порвалось с Европой. Вот я говорил вам про сырье, у нас было запросы на медицинское оборудование. Да много на что. И сейчас, в данный момент, это все можно везти из Китая. Корея еще как бы думает, можем ли мысли. Ну, в отношении нас, да. Да, с Японией там все равно есть у нас определенные взаимоотношения. Ну, то есть перспектива для региона, она есть. Ну, по крайней мере, мы ее видим. И мы увидели сейчас, что с логистикой происходит, конечно, там очень много таких сложностей, что стоимость фракта выросла в 10 раз. И, ну, понятно, что есть определенные трудности с контейнерами и так далее, но надеемся, что государство это все увидит. Государство увидит, что нужно действительно сейчас расширять логистические вот эти все потоки, потому что, ну, через нас сейчас много что пойдет. И если это все заработает, то я считаю, это большая перспектива для региона. И еще, поймите, такая штука. Закрывается магазин. Сейчас самое время пересмотреть, может быть, действительно, стоит закрыть магазин и у тебя что-то другое. И это не критично, ничего в этом. Главное, это сделать вовремя. То есть это, как бы, законы бизнеса такие, что у тебя работало, у тебя перестало работать, заниматься другим тем, что работает. Ну, то есть, если ты умеешь выстраивать процесс, выстраивай в другом направлении. Да, на самом деле, да все работает. Стройка работает. Все переживали, что стройки встанут и не встанут. Если стройка в стране, вот если сейчас говорить на такие глобальные темы, станет вся экономика страны, понимаете? Поэтому стройка работает и будет работать, и все хорошо. Все переживали за дальневосточную ипотеку, она остается. Сельскую ипотеку тоже оставили. Вот мы делали строительный форум, обсуждали все эти вещи. Делается строительный кластер. Сейчас это, если говорить о Приморском крае, в Большом Камне делается. Ольга Сунжаю об этом рассказывала у нас на строительном форуме. И это тоже очень хорошее подкрепление. То есть сейчас будет больше производства нашего собственного. На самом деле, перспектив, ну, как бы, много. И работает. Много что работает. Логистика тоже работает прекрасно. Сейчас у них заказов очень много, причем они разные. Недавно, допустим, там просто прилетел заказ из Бразилии, нужно привезти кофе. Вот. Ну, то есть, как бы, ребята там что-то через Корею, как бы, думают, делают. Мозги поломали немного. Я бы не сказал, что что-то не работает. Вот я не вижу в этом такого. Ну, мне, по крайней мере, это незаметно. Да, наверное, где-то люди подужались, но автомобилей из-за пандемии как раз-таки немного. Рынок вырос, спроса много на автомобиле. Что не работает? Я не знаю, очередь в автосалонах за автомобилями. Ну, то есть, понятно, что, наверное, на там класс людей, которые ходят на работу, увидели увеличение цен, это действительно повлияет. Но мы надеемся, что это как-то у нас сейчас отыграет, что как-то вот ровнее ситуация станет. Но это вот, если говорить о глобальных вещах. Но в целом, я думаю, что перспектив в регионе очень много, и все будет хорошо. Абсолютно. У нас даже приток предпринимателей в клуб пошел с этими событиями, потому что нужно больше информации, нужно понимать, что происходит. Большая конференция, которая будет. Что еще, помимо проблематики, сегодняшней будет обсуждаться? Мы будем о перспективе говорить 100%. О новых правилах ведения бизнеса. О том, что сейчас нужно объединяться, а не конкурировать. И через это объединение как раз-таки можно получать свои выгоды. Вот то, что сейчас произошло в бизнесе, и то, как меняется предпринимательство, это вообще другой мир. Вообще все по-другому. И чтобы это понять, почувствовать, нужно прийти и во всем месте поговорить. То есть сейчас как раз-таки через доверие много что происходит, а не через конкуренцию, какие-то такие вещи. И мы еще делаем одно направление, мы будем презентовать. Это клуб молодых предпринимателей. У нас просто был запрос уже долгое время. У нас есть ребята, у них дети уже по 18, по 20 лет. они им отдали уже бизнес, ну типа пробуй. Ну и конечно они их наставляют. И у них там в подчинении 15-20 человек, есть 50 даже человек. И понятно, что мы таких предпринимателей, допустим, девочка или мальчик 20-18 лет, мы за общий стол с 45-летними дядями не посадим. Ну то есть даже если у них хороший опыт, прекрасные мозги и так далее, все равно это будет немножечко не то. И мы решили сделать ответвление, где мы будем давать ребятам, во-первых, возможность тоже обмениваться опытом, сделать правильное окружение людей, которые как-никак очень сильно на нас влияют. И мы там дадим еще наставничество и определенное обучение. То есть мы дадим возможность, мы создаем такую, как и систему для молодых предпринимателей, в которой они будут развиваться, получать опыт, что-то новое создавать, делать. А для наших ребят они тоже интересны, потому что эти молодые, у них очень много идей, у них вообще другой взгляд на жизнь. И это тоже очень здорово. И мы будем, конечно, клубами вот так вот коммуницировать. И мы презентуем этот клуб, мы расскажем о условиях, там очень лояльные условия. Тут вопрос, важно, чтобы этот предприниматель, там есть такие условия, был до 30 лет, потому что иначе он уже не молодой предприниматель. И определенный там оборот, определенный заработок. То есть если я хочу быть предпринимателем, но ничего для этого не делаю, и сейчас приду к ним, другим будет неинтересно. И мы стараемся делать так, чтобы было интересно сообщество всегда, каждый человек, который вступает. А с молодыми предпринимателями как-то сложнее работать, по-другому с ними работать? Понятно, что вы привыкли работать с уже состоявшимися людьми, у которых есть свой бизнес, у которых все хорошо. А молодой предприниматель, он еще такой, как подслеповатый котенок. Да, ну поймите, ничего сложного вообще абсолютно нет. Я пока, по крайней мере, об этом говорю, пока мы этот клуб только создаем. Но тех ребят, которых я знаю, это очень интересно. Ну это интересные ребята, у них другой взгляд вообще на жизнь. Они по-другому на IT смотрят и так далее. У них есть чему поучиться? Вот как говорят, у молодых есть всегда чему поучиться? Есть, безусловно. Другой взгляд на жизнь. Вы понимаете, вот мы сейчас, допустим, я много знаю ребят, у них там, им уже там, ребятам 45-55 лет. И у них бизнесы, там, карьер свой, у них там, я не знаю, там, производство, металлопрокат, там, и так далее. И у них такой вот бизнес, понимаете, такой староверы, назовем это так. Тяжелый. И тем не менее, все равно они тоже смотрят, допустим, в область IT. Все равно, так или иначе. Они все равно рассматривают, вот как раз таки, они даже играют на бирже, у них даже есть криптовалютные кошельки, они тоже туда смотрят. А эти ребята, они уже в этом выросли. У них наши вот эти опасения, подозрения, NFT там и так далее. У них, ну, нету этих подозрений. Они по-другому вообще все это рассматривают. Конечно, это интересно. И мы все равно, когда мы проживаем свою жизнь, у нас определенные там паттерны складываются. То есть, произошел определенный опыт, мы такие, вот так нельзя, или вот так можно. Мы из-за этого там как-то себя так сковываем, у нас уже такой туннель, как мы действуем. А у них нету этого. А сейчас все там, допустим, правила поигрались, а у нас все еще этот туннель. Конечно, интереснее поговорить, их взгляды послушать. И все равно, эта энергия другая, это тоже интересно. Последний вопрос. Как вступить в ваш клуб? Как минимум, надо быть предпринимателем. Ну, смотрите, во-первых, нужно быть предпринимателем, нужно обладать определенным опытом и успехами тоже в этом деле. И самое главное, наверное, по каким критериям мы смотрим, вы должны быть интересны сообществом. Вы должны быть готовы делиться своим опытом и принимать опыт тоже. Потому что бывают люди, они приходят вот готовы только рассказывать. И это тоже не очень здорово, потому что это не обмен такой происходит. Это вот... Самолюбование. Ну, бывает, да. И вот когда человек схож с нами по нашим ценностям, что мы хотим добиться, что мы хотим в регионе что-то поменять к лучшему, и предпринимательство, конечно, чтобы у нас выросло. Вот такие люди нам интересны. Когда человек, который входит в клуб, и он важен и полезен для клуба, а для клуба я имею, для людей внутри клуба, нам вот такие предприниматели, конечно, важны и интересны. Чаще всего это просто предприниматели с опытом. Все. И у которых есть нормальный, качественный запрос. Те предприниматели, которые к нам приходят, и чаще всего это, извините, сфера услуг, и они приходят такие, так, тут предприниматель, сейчас я всем все продам, мы говорим, извините, это не к нам. Да, это вот так, наверное, дальше. У нас обмен опытом, ростом, дальнейшие какие-то взаимосвязи, взаимопомощь, выручка, там делимся различными своими какими-то наработками даже в том числе. Вот, ну то есть вот примерно таких предпринимателей мы ждем, видим, приходите на конференцию, узнаете о нас больше, и как раз можно будет пообщаться и с нашими резидентами, посмотреть вообще, кто они такие, пообщаться, я думаю, со спикерами тоже это будет интересно, и сделать свои выводы, вступить к нам в клуб, вообще, подходит ли клуб вам, подходите ли вы к клубу, вот, как-то так. Ну что ж, новых лиц и новых идей, и хорошего проведения конференции, когда она пройдет? 24 июня, океан, вы можете просто зайти в интернет, в Яндекс, и забейте клуб предпринимателей Дальнего Востока, выйдет наш сайт, там есть все абсолютно о конференции, либо смотрите восьмой канал, тут время от времени о нас тоже рассказывают, там есть рекламный ролик, насколько я знаю. Рассказываем, обязательно. Что ж, я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о предпринимательском сообществе, в гостях у нас был Станислав Еремин, руководитель клуба предпринимателей Дальнего Востока, в студии работала Юлия Ракотская, увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова